Россия развязала войну в Украине совсем не 24 февраля 2022 года и даже не в 2014, а гораздо раньше. Сценарий подготовки к нападению на Украину был расписан в Москве за годы до свержения легитимного Януковича. С 2014 года путинские пропагандисты, оправдывая оккупацию Крыма и Донбасса, твердят «в Киеве произошел переворот, во всем виноваты евромайдановцы». И зомбированное население продолжает повторять эти штампы. Но если проанализировать факты, предшествовавшие протестам в Киеве с 21 ноября 2013 года, перед нами выстраивается четкая картина. Путин все равно бы пошел войной на Украину и тщательно готовил для этого почву. При этом его целью был не просто политический захват Украины с возвращением ее в свою сферу влияния, а именно расчленение и уничтожение ее как государства. На это указывает целый ряд факторов. И сейчас вы о них узнаете. Известно, что Крым раскачивали давно. Многие помнят Юрия Мешкова, который, находясь на должности президента АРК, хотел ввести рублевую зону и агитировал за присоединение полуострова к Российской Федерации. В 1995 году Леонид Кучма помножил Мешкова на ноль, упразднив должность. Тот уехал в Россию и там продолжил вести антиукраинскую деятельность. А в 2011 году вернулся на полуостров якобы на похороны жены. Но при этом сделал ряд скандальных политических заявлений, обвинив Украину в воровстве газа. Кстати, именно тогда он употребил слово «Новороссия» и призвал организовать сопротивление против украинской власти в Крыму. На примере Мешкова, Затулина и других российских политиков, приезжавших на полуостров с целью пропаганды, четко видно, что даже после прихода к власти, управляемого и лояльного КРФ Януковича в 2010 году, они продолжали вести и на полуострове, и в других регионах Украины подрывную деятельность. Причем на это было явно дано благословение из Кремля, поскольку их риторика была очень похожа между собой, как будто речи писались по одной методичке. Захват Крыма мог произойти намного раньше, но из-за войн в Чечне, Грузии и по ряду других причин его пришлось отложить. Вспомним хотя бы события вокруг Тузлы в 2003 году, когда Россия попыталась присвоить украинский остров и прилегающую территорию, но тогда удалось этого избежать. Украинские войска были приведены в боевую готовность, а Леонид Кучма, которого многие упрекали в пророссийской ориентации, отправился лично на встречу с Путиным и напомнил ему, что является все-таки президентом Украины, а не УССР. По мнению Игоря Воронченко, в 2003 году командира полка отдельного 32-го армейского корпуса, дислоцировавшегося в Керчи, тогда реакция украинской власти была быстрой и решительной, в отличие от 2014 года. Он считает, что это был шаг России для того, чтобы расшатать ситуацию в Крыму и посмотреть, насколько Украина готова защищаться. С той стороны готовилась 7-я воздушно-десантная дивизия, проводились тактические учения. С нашей стороны морская пехота, авиация, а в состав нашего полка входил реактивный дивизион на оградах, и мы демонстративно поставили дивизион на позиции, вспоминает Воронченко. После событий 2003 года российское руководство на время успокоилось, точнее сделало вид, что больше не претендует на украинские территории. Тем не менее, Путин и его подельники продолжали готовиться к войне. Многие помнят, что нападению на Украину предшествовали информационная, правовая и экономические войны, которые устраивал Кремль в предвоенные годы. Это было четко видно по российскому телеэкрану. С одной стороны, уничтожались независимые СМИ, преследовали, а иногда и просто ликвидировали оппозиционных журналистов в РФ. А с другой стороны, политика по отношению к Украине становилась все более недружелюбной. К 2013 году антиукраинская и антизападная риторика трансформировалась в военную пропаганду. Население РФ уже готовили к вооруженному конфликту. Правовая подготовка России к войне осуществлялась на высшем законодательном уровне. Принимались различные нормативные акты, позволяющие наиболее эффективно установить контроль над Украиной. Если отследить хронику появления этих документов, то становится ясно, как ужесточались претензии Москвы. Ставились вопросы юридического статуса Крыма, уровня сотрудничества Украины с НАТО и статуса русского языка в Украине. Ну и, конечно, нельзя забывать экономические удары по Украине со стороны руководства РФ. Как на Киев оказывалось давление через торговые и тарифные войны. Как перекрывали газ и блокировали на территории РФ украинские товары, придумывая совершенно ничтожные поводы для этого. Примечательно, что от экономической войны страдали в первую очередь восточные и южные области Украины, которые больше всего зависели от Российской Федерации. Как получатели ресурсов из России и как рынок сбыта. Путин делал все возможное, чтобы жители этих регионов винили во всем украинскую центральную власть. Хотя на самом деле в их экономических бедах был виноват именно он, а также местное руководство, представленное либо прямыми агентами Кремля, либо коллаборантами, лояльными к Российской Федерации. Летом 2013 года Россия усилила экономическое давление на Украину, практически перекрыв на границе украинский экспорт. Одновременно с этим Путин давил и на Януковича, вынудив приостановить подписание соглашения с Брюсселем. Ну а трусливые действия профессора и его покорность Путину, как известно, привели к протестам на Евромайдане. То, что произошло в Крыму в феврале-марте 2014 года, это конечная фаза, активная фаза операции, продолжавшейся фактически с момента обретения независимости Украины, считает вице-адмирал Сергей Гайдук, командующий ВМС Украины с 7 марта 2014 по 2016 год. Вадим Скибицкий, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины, обращает внимание, что присутствие российской военной группировки на территории Крыма, Черноморский флот, усиливавшийся в предвоенные годы, было серьезной военной угрозой для Украины. В любой момент эта группировка могла начать широкомасштабные действия. Если сопоставить разведывательные признаки, они четко проявились именно в 2013 году, когда уже необходимо было принимать контрмеры. После Харьковских соглашений 21 апреля 2010 года Россия начинает скрытно привозить модернизированную технику на территорию Крыма, чтобы усилить свои военные группировки. А в 2011-12 годах Главное управление разведки Министерства обороны Украины фиксирует, что на территории Крыма идет подготовка российских военизированных групп, а 810-я бригада морской пехоты РФ отрабатывает вопросы подготовки незаконных военных формирований на территории Крыма. Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров рассказывает, что еще в 2012 году украинский генштаб сообщал об этой угрозе со стороны России. Но тогдашний министр обороны Павел Лебедев и слышать об этом не хотел. Он отвечал, как вы можете планировать войну с нашим стратегическим партнером, соседом? Вы что, все с ума сошли? Я этого даже не буду показывать президенту. С весны-лето 2013 года на украинский полуостров, вопреки всем договоренностям об ограничении военного контингента, перебрасывались новые войска и техника. При этом информация о передвижениях была засекречена российской стороной. Одновременно происходило усиление группировок вооруженных сил России в приграничных с Украиной областях – российской, Воронежской и других. В эти регионы поближе к границе постепенно подтягивалась военная техника, включая тяжелое вооружение, из которого в 2014 году будут совершены обстрелы украинской территории. Например, ракетная атака под Зеленопольем Луганской области. Стоит также отметить совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2013», проводившиеся с 20 по 26 сентября 2013 года на полигонах в России и Беларуси. Было задействовано свыше 10 тысяч военнослужащих, 180 единиц боевой техники. Легенда учений гласила, некая дружественная страна обращается к РФ и Беларуси с просьбой о помощи, в восстановлении порядка в стране и помощи в устранении террористических группировок, которые захватили власть. Впоследствии уже стало понятно, что имелось в виду именно Украина, хотя официально это не объявлялось. Уже тогда в Кремле понимали, что Януковичам многие украинцы недовольны, и его режим, ведущий страну в тупик, может в любой момент пасть. Поэтому как раз на случай свержения легитимного уже готовился захват украинской территории. «Когда мы начали анализировать и увидели размещение первого, второго эшелона резервов, ту конфигурацию войск, которая отрабатывалась на тех учениях, то именно такой сценарий был повторен в 2014 году, против нас, уже с оккупацией Донбасса», рассказывает Вадим Скибицкий, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также важно, что после учений «Запад-2013» часть российских войск не вернулась в пункты постоянной дислокации, а осталась у границ Украины, и использовалась в 2014 году во время оккупации ее территории. Отдельно отметим и Олимпиаду в Сочи. Под легендой о предотвращении терактов во время этих спортивных соревнований в Краснодарский край перебросили 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду из Ульяновска, а также 98-ю воздушно-десантную дивизию из Иваново. Позже их солдаты под видом их тамнетов, отпускников и добровольцев приняли активное участие в нападении на Украину. А в 2013 году они просто изображали борцов с террористами и ждали приказа для совершенно другой операции. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. Обратите внимание на черно-сине-красные флаги ДНР, которые весной 2014 года появились в Донецке в руках у противников Евромайдана. Этот пародийный триколор был создан еще в 2004-2005 годах, как флаг общественной организации Донецкая Республика. Один из ее основателей, Андрей Пургин, позже ставший председателем Народного Совета ДНР, еще со времен Первого Майдана проводил на Донбассе пророссийские митинги, забастовки, пикеты здания СБУ. Пургин и его товарищи рассказывали, что создание Донецкой Республики это вроде как ответ на Первый Майдан, а появление черно-сине-красных триколоров уже как флагов ДНР ответ на Евромайдан. Но все эти доводы перечеркивает только один факт. Раздача паспортов гражданина Донецкой Республики в период 2011-2012 годов, когда президентское кресло занимал Янукович, а его партия регионов имела монопольную власть. Луганчане помнят, как в 2012 году в ТРК «Космос», принадлежащем еще одному стороннику Путина Владиславу Кривобокову, проводились странные мероприятия, сопровождавшиеся раздачей таких паспортов, а также листовок и литературы. На обложках того времени четко видно тот же самый триколор с двуглавым орлом. Те, кто раздавал все это, не уставали повторять «Скоро сюда придут наши». В ответ на что товарищ Пургин и поддерживающие его россияне проводили такие акции и готовили население восточных областей Украины к отделению от страны? И почему ни руководство Луганска, ни правоохранительные органы, знавшие о такой импровизированной паспортизации, не предпринимали тогда никаких мер? Ответ прост. Они сами регулярно контактировали с российскими политиками и спецслужбами, помогая готовить почву для оккупации своего региона. Все утверждения Пургина, будто Донецкую республику создали и развивали исключительно жители Донбасса, не соответствуют действительности. Если на первых этапах развития этого движения российская страна практически не светилась, то по мере приближения к кровавому 2014 году причастность Кремля и Лубянки к поддержке акций Пургина становилась все более явной. Еще одним доказательством планов РФ по оккупации Украины является подрывная деятельность в Луганской области донских казаков. Позже выяснилось, что маскарад с шашками и нагайками – это прикрытие, а на самом деле эти люди в 2011 и 2013 годах проходили в Ростовской и Воронежской областях настоящую военную подготовку с современным оружием и впоследствии воевали в составе народной милиции квази-государств ЛНР и ДНР. Казаческих организаций, наводнивших Донбасс и имеющих центры управления в России было несколько. Например, Всевеликое войско Донское – атаман Николай Казицын, хотя и считался жителем Донбасса, но при этом имел тесные связи с РФ и подчинялся россиянину Виктору Водоладскому, который в 2012 году стал депутатом Госдумы РФ. Всевеликие казаки регулярно проводили пророссийские мероприятия в Луганской области. И если в 90-е годы они еще как-то прикрывали свою антиукраинскую направленность, то после прихода к власти Путина с каждым годом вели себя все более открыто и агрессивно. Украинские общественники не раз обращали внимание правоохранительных органов на тот факт, что российское казачество, открывая свои собрания на территории Луганщины и Донеччины, прямо называют их областями войска Донского с принадлежностью к Российской Федерации, полностью игнорируя украинское законодательство. Но реакция СБУ и прокуратуры была весьма инертной. А в январе 2014 года, опять же, еще при Януковиче, с подачи Луганского областного совета этим казакам уже раздали оружие, назвали их добровольными дружинами и разрешили взять под охрану некоторые административные здания и патрулировать улицы. Само собой разумеется, когда Янукович сбежал и к власти в Киеве пришли евромайдановцы, то эти казаки вместе с лояльными сотрудниками МВД быстро взяли под контроль основную часть Луганска. А другие объекты, здания СБУ, воинские части и так далее, захватили вооруженным путем. И не забываем, что задолго до бегства Януковича из Киева Луганская область просто накачивалась оружием, которое раздавали как ранее завербованным жителям Донбасса, так и непосредственно гражданам России, направленным на восток Украины. Также вспомним такого яркого активиста русской весны, как и Саула войска верных казаков черноморских имени Суворова Андрея Шибиченко. Кто конкретно курировал это черноморское казачество, ГРУ, ФСБ или другие российские силовики, еще предстоит разобраться. Но важно то, что на его примере четко видно, как работала агентура в период 2011-2013 годов. В биографии Шибиченко по образованию медика были темные пятна, в том числе и уголовное дело за служебную халатность, повлекшую смерть пациента. Российские спецслужбы, действуя в Украине, в первую очередь отслеживали именно таких людей, на которых есть компромат, и ими легче управлять. В 2012 году Шибиченко, проживавший до этого времени в Одессе, приезжает в Луганск и становится редактором сайта «Русский Луганск». Донские казаки вместе со священниками и прихожанами Московского патриархата перекрывают дороги в Луганске и требуют то установки памятника Екатерине II, то критикуют разные законопроекты, выносящиеся на рассмотрение Верховной Рады. После этого Шибиченко пишет на русском Луганске отчеты о проведенных мероприятиях. Мало того, со страниц этого ресурса он и его соратники регулярно льют грязь на известных луганских ученых, журналистов и политиков, угрожают им физической расправой и призывают выгнать их из Луганска. Причем казак настолько был уверен в поддержке РФ, что еще в апреле 2013 года, совершенно не стесняясь, заявлял «Я буду воевать и с СБУ, и с прокуратурой, и со всей Украиной. Встретимся на баррикадах, когда они развернутся в Луганске». Это он говорил еще за полгода, до начала первых протестов на Евромайдане. Шибиченко не был похожим на городского сумасшедшего и, как показало дальнейшее развитие событий, не просто пугал войной и баррикадами, а достоверно о них знал. И, конечно же, был в курсе активизации российских войск в Крыму и приграничных областях РФ. К слову, можно погуглить баррикады и блокпосты в Луганске, которые соорудили весной 2014 года ЛНРовцы и курировавшие их россияне. Они были сделаны профессионально и никак не напоминали кустарное творчество обычных донбасских шахтеров. Сам Шибиченко, которого православные бабушки в платочках ласково называли «Отец Андрей» служил в одном из луганских храмов, но при этом ездил в Ростовскую область, где проходил военную подготовку, причем явно не с казачьими шашками. Весной 2014 года этот «Отец» вместе с другими активистами русской весны участвовал в захватах зданий, а летом всплыл на Ютубе, уже как командир минометного расчета в составе батальона «Заря». К слову, именно это незаконное вооруженное формирование обвиняла в обстрелах Луганска не только украинская сторона, но и первый глава ЛНР Болотов. Шибиченко был ликвидирован зимой 2015 года под Чернухина во время нападения на позиции ВСУ, а в апреле 2021 благодарные власти ЛНР, которые использовали его в качестве пушечного мяса, открыли ему в Луганске мемориальную доску. Важнейшим инструментом в руках Москвы, несомненно, выступили священники так называемой Украинской Православной Церкви, по сути, филиала РПЦ, подчинявшегося московскому патриарху Кириллу Гундяеву. Пользуясь доверием набожных прихожан, торговцы свечами в рясах регулярно проводили в своих храмах антиукраинскую пропаганду. Еще задолго до Евромайдана при храмах создавались воскресные школы и родительские комитеты, задача которых была не столько продвигать веру в Бога, сколько заниматься политическими акциями, раздавать листовки, вызывать у прихожан недоверие к Украине и пугать загнивающим Западом и вступлением в НАТО. Вместе с упомянутыми нами донскими казаками, а также ветренковцами и коммунистами, какая неожиданность, священники и прихожане московского патриархата проводили крестные ходы и выступали за союз с Россией. И против любых попыток центральной власти, напомним, тогда был еще Янукович, взять хоть какой-то курс на Запад. К слову, на подобных мероприятиях можно было видеть и известного в Луганске депутата-провокатора Арсена Клинчаева. Он был членом партии регионов, ему покровительствовало руководство области. В октябре 2013 года он возглавил луганский филиал Медведчуковской организации «Украинский выбор». Ну а кто стоял за самим Медведчуком, все мы давно знаем. Его кум – бункерный фюрер. В марте 2014 года Клинчаев и его соратники захватывали здание ОГА и вешали российский флаг. Потом были задержаны и доставлены в Киев, но через некоторое время по непонятной причине отпущены на свободу. И вот такой суррогат из пророссийских организаций, казаков, православных, коммунистов, ветренковцев, медведчуковцев и так далее, под красивым словом «крестный ход» появлялся в Луганске. Причем с каждым годом, вплоть до самой войны, они перекрывали движения на улицах все чаще. То, что участники этих вакханалий были идеологически несовместимы, никого не волновало. Всех их объединяла ненависть к Украине и, конечно же, работа на путинский режим. На тот факт, что Луганская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата действовала по заданию кураторов из России, указывает то, что подавляющее большинство священников поддержали «Русскую весну», а некоторые даже, как Владимир Морецкий, взяли в руки оружие и пошли воевать против Украины. Были попы, которые сами не воевали, а просто благословляли российских солдат и сепаратистов ЛНР, освещали их баррикады, окопы, военную технику. Также стоит упомянуть и других батюшек, например, Алексея Слюсаренко и Александра Авдюгина, которые как до начала войны, так и в течение нее регулярно ездили на территорию РФ, получали там необходимые инструкции и ввели в интернете пропагандистскую работу. Возникает вопрос, почему, видя столь вопиющие нарушения закона Украины, открытые разговоры о войне и призывы к нарушению территориальной целостности государства еще в 2011-2013 годах, молчали украинские правоохранительные органы? Или только создавали видимость работы? Почему провокаторов никто не задерживал? А теперь давайте вспомним, кто возглавлял в то время Луганское управление СБУ. Александр Третьяк, генерал из Донецка, в декабре 2015 года открыто перешедший на сторону ДНР, ну то есть, читай, России. Накануне этого он смог договориться об обмене своего сына, также работника СБУ, пойманного с поличным во время передачи сведений о передвижении украинской техники. И отца, и сына уличили не просто в шпионаже, а в работе на Главное управление разведки вооруженных сил России. Также можно вспомнить еще одного известного луганского СБУшника, Пасечника, и его донецкого коллегу Ходоковского. Напомню, Пасечник сейчас является главой ЛНР. И после этого кто-то удивляется, что в Луганске, Донецке и других украинских городах в предвоенные годы открыто действовала российская агентура, и ей никто не мешал работать? Теперь уже стало ясно, что вербовка агентов и подготовка боевиков к войне была четко спланирована российскими силовиками и проходила именно в те годы, которые украинцы считали мирными. Готовили к нападению на Украину и армию РФ. На это указывают показания некоторых пленных российских военных, проходивших службу в период до 2014 года. Да и некоторые руководители ополчения, например, тот же Гиркин, гражданин РФ, офицер ГРУ, совершенно не скрывая указывает, что все готовилось в Москве заблаговременно. Если проанализировать эти и другие факты, становится ясно, что Евромайдан лишь несколько ускорил планы Путина по нападению на Украину, заставляя импровизировать. Готовили регулярные войска боевиков, работали с агентурой, вербовали новую, а с экранов тем временем доносилась антиукраинская пропаганда, превращающая население в зомби. Изгнание Януковича стало лишь поводом коннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе. Не было бы Евромайдана, Путин нашел бы другой повод. Например, в 2015 году в случае проигрыша профессора на президентских выборах или какие-то шаги Украины на пути в Евросоюз или НАТО. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», гласит известная басня. Когда ты точишь зубы и готовишься нападать, ты цепляешься за любой повод. А можно и без повода, как в феврале 2022 года. Просто взять и напасть. Сам факт открытой агрессии Путина и его многолетняя подготовка к войне против Украины разбивает, полностью разбивает все аргументы из серии если бы не Майдан. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Патреон. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!